Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане началась Европейская неделя иммунизации, в Ашхабаде напишут диктант победы, завершился отборочный тур конкурса красоты ахалтикинских коней и другие новости. В Туркменистане стартовала Европейская неделя иммунизации. Ее основная цель – повысить осведомленность о важности иммунизации для профилактики заболеваний и защиты жизни. Следует отметить, что Туркменистан является первой и единственной страной, где вакцинация населения от инфекционных заболеваний осуществляется на бесплатной основе. Правительство Туркменистана полностью финансирует закупку всех вакцин и делает их бесплатными для детей. 27 апреля Русский дом в Ашхабаде станет площадкой проведения международного исторического диктанта победы, который посвящен событиям Второй мировой войны. Диктант будет проводиться уже пятый год подряд. Цель этого исторического проекта – привлечение внимания широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышение уровня исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи. Для участия необходимо записаться. В Ашхабадском конно-спортивном комплексе состоялся второй отборочный тур международного конкурса красоты ахалтикинских коней, приуроченный к отмечаемому в последнее воскресенье апреля национальному празднику туркменского скакуна. Конкурс был учрежден в 2009 году. На первом этапе из 45 чистокровных скакунов были выбраны 20. Финал конкурса, в который вышло 10 лучших ахалтикинцев, состоится 29 апреля. Компания почтовой связи «Туркменпочта» в текущем месяце отмечает 30-летие. Начав свою деятельность в апреле 1993 года, компания за этот период добилась значительных достижений в реализации своей главной цели – удовлетворения нужд населения в современных услугах связи. «Туркменпочта» является членом Всемирного почтового союза и имеет статус почтового оператора государства. В настоящее время во всех уголках страны имеются отделения «Туркменпочты», отвечающие самым современным требованиям обслуживания, где трудятся свыше 2000 человек. В Международном университете гуманитарных наук и развития стартовала третья открытая математическая олимпиада АМОС-2023. В интеллектуальных баталиях принимают участие более 280 конкурсантов из Туркменистана, России, Саудовской Аравии, Ирана, Мексики, Германии, Венгрии, Узбекистана и Азербайджана. В программе соревнований предусмотрены индивидуальные и командные туры, а подведение итогов запланировано на 28 апреля. В Институте международных отношений МИД Туркменистана прошел День Индии. Мероприятие было организовано посольством Индии в Туркменистане в сотрудничестве с ВУЗом. Студентам была показана презентация об Индии, организована викторина и тематическая выставка. Президент Казахстана Касым Жомар Токаев подписал поправки к закону о четырехдневной рабочей неделе. Возможность установления четырехдневной рабочей недели на усмотрение работодателя появится с 1 июля текущего года, что будет закреплено в Трудовом кодексе страны. В 2023 году фестиваль Гоу Вирал посещает пять центрально-азиатских стран. В прошлом месяце, 17-18 марта, прошло мероприятие в Ташкенте. Следующая остановка – город Ош в Киргизстане. Мероприятие пройдет 28-29 апреля в Ошском государственном университете. Основная тема – креативная экономика с фокусом на туризм и сельское хозяйство. Гоу Вирал Ош дает возможность участникам завести новые связи и получить предложение работы, менторства или стажировки. Сборная Туркменистана по хоккею завоевала серебряные медали на завершившемся в ЮАР чемпионате мира в третьем дивизионе группы А. Первое место в группе заняла команда Тайваня. Туркменистан в споре за серебряные медали опередил сборные ЮАР Таиланда и Люксембурга. Представительство Европейского союза в Туркменистане с Альп-клубом МЕРТ проведет в Балканабаде спортивный фестиваль по скалолазанию и настольному теннису. Спортивный фестиваль, приуроченный к 30-летию усыновления двусторонних дипломатических отношений между ЕС и Туркменистаном, состоится 27 апреля в 14.00 на стадионе «Спорт-Топ-Лумы» в административном центре Балканского Вилаята. Сборная Туркменистана по футболу попала в третью корзину при жеребьевке чемпионата Центральной Азии по футболу. В турнире примут участие семь сборных. Помимо Туркменистана это Иран, Оман, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизстан. Жеребьевка турнира начнется 26 апреля в 14.00 по ашхабадскому времени. Сам турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Субтитры подогнал «Симон»!